Здравствуй, дорогой зритель! Мы рады приветствовать тебя на нашем канале. Зима в деревне – это особенное время года. Все вокруг покрыто белым одеялом, а морозный воздух наполняет легкие свежестью. Жизнь здесь течет своим чередом и каждый день наполнен простыми радостями и ежедневными заботами. Зима в деревне – это время, которое навсегда останется в памяти. И хотя жизнь здесь может показаться простой и незамысловатой, именно в этом и заключается ее прелесть. Только зимой можно забыть о суете и насладиться тишиной и покоем. Заметила мокрые обои. Залезла на крышу, а у нас здесь кусок снега откуда-то. Ох, чердак весь целый. Наместить здесь нигде не могло. Такое ощущение, что это какой-то конденсат. И вот здесь тоже кусок сугроба. Ну, вон там понятно. Там могло замести. Вон там налить. Мне кажется, это какая-то хрень от перепада температур. Блин, тут стремно. Не люблю этот чердак. Вон там тоже в углу. Тут у нас шкуры от бывших владельцев до сих пор висят. Они баранов держали. Жалко, они такие дубовые. Может, как-то их можно помягче сделать. Была бы вообще красота. Так, ладно. Надо отгрести вот эту вот фигню. Потому что здесь у нас электричество. Сегодня днем так хорошо распогодилось. Солнышко было. Хорошая такая погода. Поэтому девчонки вышли погулять. Но уже вечер. И, кстати, меня радует то, что темнеть стало позже. Тем более, сегодня ясный день был, поэтому все вообще очень-очень хорошо. Наконец-то дни становятся больше. Больше солнца становится. У нас было как-то пасмурно. Сейчас уже все отлично. Девчонки гуляли. Не знаю, что они там нагуляли. Ну, по крайней мере, витамин D получали. Сейчас пойду их кормить. Вон там пару штук на улице. Остальные, смотрю, примерзли. У нас... Что у нас? Не видно. Сейчас покажу. У нас закончились все корма. В магазин еще ничего не привозили. Поэтому сегодня у меня девочки на растительном, вегетарианском ужине. Здесь кабачки и тыква. Все натертое. Больше ничего нет. Еще пару дней, и вот будут девочки так питаться, наверное. Не оценили вы всю прелесть зимы, да? Я вот тоже каждый год не могу оценить. Что у вас тут? Да куда вы лезете? Дома кушать будем. Дома? Дома. Да, прикиньте, не комбикорм. Нету комбикорма. Пойдемте. Давай, давай, давай. Ты что, всем что? Ну, прям крайне не в восторге. Они от вегетарианского меню. Давай, залезай. Залезай, залезай. Давай, давай, давай. Давай. Кто тут у нас еще? Пошли, давай. Ну, снег, да. Куда? Куда? Пошли ко всем остальным. Давай. Опа. 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 Продолжение следует... Рич! Арищ! Кто там гавкает? Ай, молодец! Молодец! Тебе еще кусочек снега дать? На, беги! Небо красивое! Еще кусочек снега дать? Молодец! Молодец! Праздники закончились и я хочу приготовить пиццу. Для этого нам понадобится мука, соль, сахар, естественно, дрожжи, теплая вода и растительное масло. У меня обычное подсолнечное с добавлением оливкового. Можно взять и оливковое, и подсолнечное. В общем, что у вас имеется. Все ингредиенты смешиваю в чаше миксера и замешиваю тесто. Готовое тесто я оставляю подходиться в теплом месте где-то приблизительно на час. Тесто получилось хорошее, оно практически не липнет к рукам. Формирую шарик и тут же в чаше оставляю сверху, только накрою пищевой пленкой. Тесто подошло, подошло хорошо. Я его теперь обминаю и буду распределять по форме, по противню. В качестве начинки у нас будут ананасики. Конечно, хорошо было бы, если была бы копченая курочка, но копченой курочки нету, поэтому готовим из того, что у нас имеется. Не хочу использовать никакую томатную основу, в этот раз будет без нее, хотя томат у нас есть. Но что-то мне захотелось, чтобы было побольше ананасов. Добавим с салями. Мне захотелось, чтобы ананас был снизу. Не знаю, насколько это верное решение. Наверное, мы сейчас сделаем вот так. И еще у нас есть бекон. Для красоты совсем чуть-чуть болгарского перчика. Заключительный ингредиент. Сверху добавляю сыр. Я хочу, чтобы булочка была побольше, поэтому я дам пицце немножко постоять, чтобы она подошла, поднялась. И только потом буду ее выпекать в духовке. Не стала ничего другого добавлять. Сверху еще у меня есть немножко сырного соуса. Я его и добавлю. А так все. Итак, начинки, мне кажется, очень-очень много. Все, что оставалось после праздников, все пошло в пиццу. Если хотите потоньше булочку, то тогда сразу ставьте в разогретую духовку. Не ждите, пока она поднимется. Я немножко подожду. И сверху буквально так, чуть-чуть местами последний сырный соус. Заодно и в холодильнике порядок навели. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке минут 10-20. Как всегда, ориентируйтесь на свою духовку. Помимо пиццы у нас сегодня будет картофельное пюре. Но это, скорее всего, на ужин. Я уже поставила вариться картошечку. А к картошке у меня размораживаются колбаски. Это что-то наподобие купат. Это из моей заморозки. Видео, кстати, про заготовку полуфабрикатов обязательно скоро выйдет в этом месяце. Колбаски можно готовить замороженные, но я хочу их приготовить на сковороде гриль-газ. Для этого их мне нужно будет развернуть, чтобы расположить на сковороде гриль-газ. Если бы мы их жарили на мангале, то можно было прям замороженные уже начинать готовить. Но мне нужно, чтобы они отделились друг от друга. По какому принципу у нас работает сковорода гриль-газ? Вообще чудесная сковородка. Очень-очень ей довольна. Располагаем ее над комфоркой. Заливаем водой. Поддон приблизительно где-то стакан. Главное, чтобы до прорезей была вода, чтобы ничего лишнее не вылилось. Зажигаем газ. Смотрим, чтобы пламя у нас было в серединке. Регулируем пламя. На решеточку выкладываем продукцию. И теперь закрываем сверху крышечкой. И как только все поджарится, перевернем на другую сторону. Я сегодня закончила заготовкой. У нас готовы колбаски. Кастрюля-пюрешечка. Это с нового года. Ну как с нового года. На Новый год покупала ананас. Только сейчас его порезала. И вот что осталось от пиццы. Завтра, я думаю, придется что-то печь. Что-то хлебобулочное. Какую-нибудь вкусняшку. А так картошка еще точно останется. У нас еще есть макарошки, которые я до этого готовила. Ну колбаски, не знаю, доживут до завтра. Или мы их все съедим сегодня.